Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. На встречу побывала наша съемочная группа. 2400 обращений поступило на минувшие недели в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая. Из 46 возбужденных уголовных дел 37 раскрыто по горячим следам. На территории обслуживания ведомства произошло 219 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Личный состав работает в усилном варианте несения службы для охраны общественного порядка. Готовимся к праздникам совместно с администрацией, где будут проходить мероприятия, все будет организовано по мобилю. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло два возгорания. Происшествия обошли стороной городской округ Люберцы. Один пожар зафиксирован в Лыткарине, второй в Котельниках. Бесперебойной в штатном режиме работала и система ЖКХ. Аварийных отключений не было, а все плановые работы идут по графику. Также ведется замена лифтового оборудования в городском округе Люберцы. На данный год запланирована замена 37 лифтов в 12 многоквартирных домах. На данный момент в работе 6 лифтов. Это управляющая компания ЛГЖТ и управляющая компания «Содействие». В ходе оперативного совещания рассмотрели жалобы и обращения, поступающие от люберчан. Жители поселка Коросково просят произвести ямочный ремонт на улице КСЗ. Из-за погодных условий особого внимания требуют места подтоплений. Также жители городского округа подают сигналы о несанкционированной торговле. В Томильно на улице Гоголя необходимо пресечь несанкционированную торговлю. На улице Смирновской необходимо восстановить целостность остановочного павильона. На 65 лет победы улица в Люберцах привлечь к ответственности хозяина торгового павильона, организовавшего там бардак, мягко будет сказано, вокруг и поблизости. В проделанной работе отчитались также представители экстренных служб и здравоохранения. В городском округе Люберцы продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Более 250 тысяч жителей муниципалитета уже прошли все этапы иммунизации.